Приветствую всех друзья! Сегодня по просьбе подписчика расскажу вам в этом видео о непокойных душах. В чем опасность непокойных душ и как от них избавиться? В христианстве непокойные становятся души людей, которые, как учились собой, совершили при жизни один из непростительных грехов, умерли внезапной смертью, невинно убиенной, не получили отпущения грехов перед смертью, оставили на земле важные дела незаконченные. Материн может стать душой человека, за которым очень убиваются родственники. О таком элементарии говорят приплаканные. Фантом чувствует, что он был дорог близким при жизни и это держит его на земле. Такими элементариям тяжелее всего. Они не имеют грехов и остаются на земле по своей воле, но они мают со своим бестелесным существованием и скитаниями. Ритуалы для знания призрачных сущностей? Настоящим привидениям обычно нет никакого дела до живых людей. Это всего лишь души, которые по какой-то причине задержались в яве. Не смогли найти дорогу в свой новый мир. В редких случаях они позволяют себя увидеть. Обычно это происходит именно в тех ситуациях, когда призрачный сосед пытается предупредить о чем-то важном. Чистим помещение. Если находиться в квартире стало некомфортно, а вы сами сейчас страдаете от кошмаров и головных болей, дом следует почистить. Сначала на физическом уровне, вооружившись веником, шваброй и моющими средствами. Затем с помощью горячей церковной свечи двигаясь по часовой стрелке, трижды закрещивая двери и оконные проемы. В углу насыпьте немного соли и окропите их святой водой. Также вместо свечки можно использовать тлеющий пучок шлафея. Дым этой травы прекрасно очищает энергетику своего дома, прогоняя нежелательных путезосторонних обитателей. Признаки присутствия. Появление неупокойной души на первых и порах остается незамеченными живыми людьми. Причина в том, что первые дни элементарь блуждающий дух. Не осознает себя как матрия. Душа проходит все этапы в трансформации сознания, очищения и подготовки к переходу в состоронний мир. Но если по прошествии 40 дней, как согласно христианской религии, фантом должен навсегда оставить земное существование и обрести покой. Душа не чувствует свободы и благодати, и она начинает маяться. Тогда живые люди начинают замечать присутствие духа. Умершие приходят во сне, и его образ может появляться в комнате, слышатся посторонние и неестественные звуки, помещение и так далее. Но такие проявления не самое плохое при появлении матрии. Дух мается и злится, что не может жить полноценной жизнью. Ему обязательно нужен источник питания. К нему становится близкий человек или тот, кто при жизни элементария вызывал у него сильные негативные эмоции. Враг. Духи опасны своей агрессией. Они тянут энергию своего кормильца, постепенно приводя его в энергетическую оболочку к истощению. По сути, живой человек делит свою жизненную энергию с мертвым поровну. Мир духов. Этот мир, вернее, вселенная духов, многообразен, как и материальная вселенная. Описание способа воздействия на наш мир совпадает у всех народов. Различны только их названия. Чукси называют их Келли, Славяне – Бесами, Армяне – Арелезами, Астралийские аборигены, Макои и так далее. Все они имеют одно общее качество – стремление навредить человеку и изладеть его душой, энергией. Поэтому практически каждый народ вырабатывал свои методы борьбы со злыми духами. При этом все практики объединяют несколько общих методов воздействия на негативных духов, особенности, обеспечивающих победу над злом. Если перед вами возникла проблема, как очистить квартиру от духов, несколько советов помогут выполнить задачи успешно. Поскольку борьба с духами происходит на высшем энергетическом уровне, очень важно состояние энергетики людей, как проводящих обряд, так и в проживающих квартире. Неверие во что-либо ослабляет потенциал человека, и не только в борьбе на энергетическом уровне, поскольку обряды очищения жилища от духов присматривают присутствие живущих в нем. Постарайтесь, чтобы домочадцы, если даже они не верят в мир духов, по крайней мере, отнеслись к почтениям, к происходящему. Напомните им древнюю мудрость. Самая главная победа дьявола, он уверил людей в том, что они не существуют. Не стесняйтесь оценивать того, кто вызвался провести обряд. Мир не объединил на мошенников, которые не прочь подзаработать на несчастье других. Главное отличие мошенника от того, кто действительно имеет силу в том, что мастер никогда не будет назначать цену за свою помощь. Всегда довольствуется за тем, что сами захотите ему дать. Если вы решите проводить обряд сами, проснувшись с утра, умойте с крещенной водой. Вода в день крещения имеет необыкновенные свойства. В дохристианские времена наши предки славяне праздновали день богини воды, Даны, и использовали ее как в обрядовой практике, так и для лечения. Первое упоминание о ее необыкновенной силе в этот день встречается в папирусах древнего Египта, глиняных табличках царства Ашура. Если обряд изгнания проводится при помощи зыркованных свечей, позаботьтесь о том, чтобы остатки свечей были уничтожены так, чтобы воск не переплавился. Если воск расплавится, собранный негатив вернется. Перед проведением обрядов позаботьтесь, чтобы квартира была чисто убрана, надбитая и надколотая вещь выброшена. Доверьтесь опыту предков славян. После проведения обряда подвесьте рядом с порогом головку чеснока, пущок зверобоя или из папоротника. Не пренебрегайте силой молитвы, не забывайте о благотворном влиянии Отче наш, молитвы к своему ангелу, ангеле мой. Симптомы воздействия духа на человека Часто человек поздно понимает, что к нему прицепился неупокойно. Первыми симптомами он напоминает банальную усталость, сонливость, апатия, тяжесть в теле, вспышки, возражения. Чем дольше дух питается энергией живого человека, тем больше обостряются симптомы усталости. Апатия трансформируется в депрессию, и к предыдущим симптомам добавляется тошнота, головная боль, зубная боль, обострение запущенных недугов. Кроме физических проблем со здоровьем, у человека, на которого воздействует неупокоенная душа, начинается неурядиться с личной жизнью. В рабочее идет не все гладко, портятся отношения с родными и друзьями. Если у человека слабое здоровье, нестабильная психика, долгный контакт с агрессивным духом приведет к сумасшествию. Молитвенные знания злых духов из дома. Одним из самых распространенных способов знания является чтение молитв или заговора. Вообще вербальная магия является достаточно сложной вещью. Дело ведь не только в том, что вы говорите, но и в том, в чем, как вы это делаете. Необходимо вкладывать в слова энергии, укрепляющие ваше намерение при этом правильно распределять ее между словами заговора, следить за дыханием и интонацией. Правда, у некоторых людей есть врожденные способности к этому виду магии, а имея развитую интуицию, можно подобрать тот вариант чтения заговора, который будет работать. Молитвы в этом отношении проще, но для того, чтобы добиться результата, нужно иметь хороший связь с агрегором, христианским, мусульманским или другим. Это, естественно, подразумевает наличие у вас веры. Чтобы не получилось, как в одном американском фильме, когда персонаж размахивает перед вампирем крестом, а вампир ему сообщает, может, для того, чтобы это помогло, нужно верить. Чтобы их знать дух, лучше прибегать к смешанным способам, так хорошо читая молитвы, держать в руках зажженную церковную свечу и крестить ею все пространство дома, особенно углы. Желательно, чтобы кто-нибудь шел следом за вами и кропил дом святой водой. Но если не получается, вы можете сделать это потом сами. Можно перед началом процесса воскурить ладно, а в конце рассыпать по квартире стерковую соль. Только обязательно поставьте на себя и всех домашних, включая животных, защиту. А будет еще лучше и проще, если вы отправите их куда-нибудь прогуляться. По окончании не забудьте почиститься. Примите душ, воспользуйтесь энергетическими способами, о которых было рассказано раньше. Перечислить здесь все подходящие молитвы и заговоры злых духов невозможно, да и вряд ли нужно, при желании их найти не проблема. Как избавиться от неупокоенного духа? В зависимости от того, как ведет себя дух. Просто обитает в помещении или паразитирует на живом человеке, выбирает своей практикой избавления матерей. Очистить помещение намного проще, чем отцепить мертвого от живого. Но все зависит от давности контакта. Очистить помещение, если элементарно, мащийся дух обитает в жилом помещении, где есть люди, то его присутствие первым ощущают животные и дети. Животные ведут себя беспокойно, пытаются убежать из комнаты или жмутся в угол. Могут проявить несвойственную им агрессию. Маленькие дети, чувствуя присутствие духа, часто плачут. У них нарушен сон, ребенок пугается громких звуков и не идет на контакт. Но иногда бывает, что ребенок, наоборот, ведет себя временами неестественно, убавится без причины или говорит с кем-то невидимым. Провести такой обряд может священник или сам хозяин дома. Для ритуала избавления от духа понадобится святая вода, четыре свечи, купленные в храме в большой церковный праздник, молитвенник, поминальная кутя. Проводить обряд очищения в помещении от неупокоенного умершего лучше всего перед Пасхой. Главное правило очистить нужно все комнаты в доме. Отцепить матерь от другого человека, убрать от человека неупокоенную душу, которая паразитирует на его энергии сложную. Обряд очищения состоит из трех этапов. Отпущение грехов неупокоенному, панихида по душе, отсидение мертвого от живого. Обряд оцепления от обмершего всегда проводится в канун любого регулиозного праздника. Человек, которому прицепился элементарь, должен стоять всю вечернюю службу. Также нужно побывать на исповеди и принять причастие. Без такого подготовительного этапа обряд оцепления мертвого от живого может не подействовать. Отпущение грехов Прощение и покаяние грехов молится живой человек, но и неупокоенному духу также можно провести обряд очищения от греха. Чтобы облегчить матрию его мучения, в помещении, где выполняется обряд оцепления, нужно трижды прочесть молитву прощения об отпущении грехов. Если есть подозрение, что непокоенный дух прицепился, чтобы отобстить тому, кто нанес ему обиду при жизни, потребуется прочесть молитву прощения и обид. Самостоятельно отцепить умершего, если по каким-то причинам полноценный обряд избавления от матрии провести не выходит, можно воспользоваться медитационной практикой. Первым этапом будет определение факта чаша душа мучить человека. Для этого нужно сесть в удобную позу, закрыть глаза, вспоминать всех ушедших в иномире родственников. Важно полное сосредоточение. Нужно выяснить, кому больше всего вы скучаете, о ком жалеете, кого он больше всего не достает. Закройте глаза и представьте себе человек, от которого нужно избавиться, стоит перед вами. Откройте глаза и посмотрите в глаза покойному родственнику. Держите мысли в свой образ и благодарите за то, что он был в вашей жизни, за все хорошее, что он принес в вашу жизнь, за опыт и за его любовь к вам. Благодарность должна идти из глубины души. Она должна быть искренней. Отпустите свои страхи и обиды, если они есть в вашем сердце. Если в момент мысленного разговора вам захочется плакать, не нужно сдерживать слезы. Прислушивайтесь к себе. Приходит ли чувство облегчения, ходит ли грусть и боль. Когда вы почувствуете, что ваша душа очистилась от страданий, скажите Духу, что вы его отпускаете и просите его оставить вас. Я любил тебя, ты был мне дорог, мне плохо без тебя и грустно, но у живых свой мир, а у мертвых свой. Благодарю тебя за то, что ты был в моей жизни. Я отпускаю тебя. покойся с миром и не забуду о тебе. Прошу тебя оставить меня и жить до предназначенного мне срока. После обряда нужно посетить храм и оказать поминальную службу за душу того, кто был с вами все это время. Также нужно поставить свечи за упокоив всех почивших родственников, родных и друзей. В этот день нужно раздать милостыню, провести день в одиночестве и молитве. Обряд самоотвязки не даст эффекта, не поможет, если матра привязана человеку насильно, специальным обрядом. Если неупокоенная душа при жизни была врагом, тогда нужно будет применять для отвязки более сильные ритуалы и практики. Как их знать про введения из вашего дома самостоятельно? Для каждого из нас свой дом это место, где царит покой и тишина. И каждый из нас не хочет, чтобы эту гармонию кто-то нарушил. Но бывают всякие странные вещи могут происходить не повинять человека, а например, если ваш дом на нем вели порчу. Что же делать, если у вас в доме стали происходить жуткие вещи? Давайте разбираться. Если вам стало оказаться, что в вашем доме поселились мистические гости, то конечно можно обратиться к профессионалам, а можно попробовать их выгнать самостоятельно. Как определить живут ли у вас привидения? В доме слышны постоянные шорохи и шаги. Стали исчезать и потом появляются какие-то вещи. Вам снятся повторяющиеся сны. В доме неравномерно распределяется температура, то есть в одном месте очень жарко, а в другом холодно. Вам кажется, что на вас кто-то смотрит и присутствует страх. Все это и означает присутствие духа в вашем доме, но иногда ситуация может повториться. Есть несколько способов прогнать гостя, которые вы можете сделать сами. Попробуйте просто попросить духа покинуть ваше жилище, но просить придется его не один раз. Повторять слова нужно твердо и смело. Нужно попробовать ему объяснить, что ваш дом не даст среда обитания, где ему будет комфортно. Не пытайтесь ему навредить, старайтесь решить проблему мирным путем. В большинстве случаев призрак сам уйдет, когда поймет, что его место не тут, и его тут никто не боится. Если же разговоры не дали результатов, то возьмите паучок любой сухой травы и подожгите. Ходите с ним по дому и повторяйте слова призрак уйди, призрак уйди. Конечно, самый лучший результат это жечь шалфей. Он не только изгонит призрака, но успокоит вас. Его запах принесет вам спокойствие. Старайтесь как можно больше наполнить дымом дом. Призрак специальные амулеты, чтобы призрак не поселился в вашем доме. Но амулет нужно выбирать тщательно и заранее изучить какой вам подойдет и не идти на уговоры продавца. Часто призраков мы выдумываем сами. Особенно часто призраки окажутся в деревянных дома из-за скрипов и разных стуков. Но часто трагедия просто выдумана, ведь деревянный дом всегда в движении. Так что прежде чем проводить какие-то обряды или освещать дом, точно убедитесь, что призрак есть. А иначе разными обрядами можно не только избавиться, а наоборот пригласить. Друзья, что вы думаете о данном феномене? Слышали о таких случаях? Напишите об этом в своих комментариях. А также подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новинки на и подписывайтесь